Для максимального улучшения проходимости теплоносителя по радиаторам в квартирах экибастусов предприятием Экибастус Теплоэнерго совместно с Акиматом города было принято решение провести промывку внутренней системы теплоснабжения концевых домов. Промывка производится для улучшения гидравлических параметров определенного дома. Промывается, вся грязь вымывается, грязь она застаивает, сопротивление воде дает и вода не двигается должным образом. Отсюда гидравлическое сопротивление появляется. Специалист тепловых сетей отмечает, что данные работы должны были проводиться собственниками во время подготовки домов к отопительному сезону. Также нередко имеют место многочисленные факты кустарного ремонта подвальной разводки, когда при замене участков трубопроводов устанавливают вставки из труб меньшего диаметра. Непроектное снижение диаметров трубопроводов, по словам Евгения Горвата, также существенно снижает качество теплоснабжения. Это мероприятие, которое наши жители должны производить в межотопительный сезон. Это обязанность потребителя эти мероприятия проводить. Их надо проводить должным образом, для улучшения гидравлических режимов. Это обязанность жителей КСК, это владельцев обязанностей владельцев сетей. Наша зона балансового разграничения, экипостус теплоэнергиопотребителя многоэтажного сектора, это тепловой узел до первого фланца на тепловом узле. Дальше идет уже зона ответственности потребителя. По плану мероприятие будет выполняться в 58 многоквартирных домах. Это около 248 подъездов. В настоящее время работы завершены в 23 домах. Бригады, 5 бригад, 20 человек, по 4 бригады занимаются каждым домом. Производятся замеры до промывки домов, производятся замеры после промывки домов. Ну, так скажу, эффект есть. Разъяснения по данной теме во время проведения прямого эфира на личной странице в Инстаграм дал и Аким города Аян Бисекин. По поручению Акима области был проведен комплексный анализ на предмет теплоснабжения многоквартирных жилых домов и частного сектора. На данный момент нами определены десятки домов концевых в основном, но есть и не концевые дома, а предконцевые, которые не получают нужных параметров. По ним ведется большая работа. На сегодняшний день уже по 25 домам завершена промывка и опрессовка. Понятно, что этими мероприятиями нужно было заниматься еще в летний период. Это вопрос, значит, ведения жильцов этих домов. Но имеем, что имеем в связи с тем, что в городе у нас воцарила непростая атмосфера в эту зиму, мы уже не делим обязательства на чужие и свои, поэтому консолидировали все усилия как городских властей, так и коммунальных предприятий и занимаемся устранением.